Впервые в Чебоксарах, в Центре современного искусства, открылась выставка изобретений Леонардо да Винчи. В экспозиции более 50 разнообразных экспонатов. От простейших узлов до летательных аппаратов. Все действующие. Их разрешается трогать, крутить, тянуть и вращать. Более 6 тысяч страниц. Таков объем рукописи гения Средневековья, дошедших до нас и ставших мировым наследием. Именно по старинным чертежам московские поклонники таланта Леонардо и воссоздали все эти механизмы. Сделать это было совсем непросто. Ведь чтобы идеи не украли, знаменитый ученый специально закладывал в свои чертежи ошибки. Сначала их надо было отыскать. Один из самых масштабных наших экспонатов это воздушный винт, который на рисунке у Леонардо был в два раза больше, чем данная конструкция здесь у нас. И они также натягали широкую полоску из ткани, крахмали для жесткости. И 4 человека до большой скорости вращали это в воздушный винт. И они пытались его раскрутить до большой скорости и вкрутиться в небо по спирали. Как шуруп кручивается в дерево, так и они хотели вкрутиться в воздух с помощью такого воздушного винта. И Леонардо его сделал в качестве научного эксперимента. Он предполагал, что воздух это плотная среда, от которого можно толкнуться. И многие считают эту идею современным вертолетом, потому что и та идея была взята Сикорским в 1939 году. Именно инженерные изобретения Леонардо особенно привлекают посетителей. На ходу, улыбнувшись в ответ загадочной Джаконзе, они снова и снова изучают, как одной рукой поднять сразу нескольких человек. Вот так выглядел первый в мире лифт. И проблема подъема воды существовала всегда. И Леонардо был изобретен такой подъем воды в 15 веке, ведерный. И на практике его также применяли. Во времена Леонардо поднимали воду на поверхность ведрами. И в нашем механизме применено две шестеренки, которые находятся одна внизу, вторая шестеренка вверху. И когда механизм приводится в движение, то нижняя шестеренка, она погружает в ведра воду. Они наполняются водой, и заполненные ведра с водой постепенно поднимаются на поверхность. Целый зал удивительных механизмов и сооружений. Театральные декорации, мосты, печи, подъемные краны, артиллерийские орудия. Открытие ждут каждого посетителя. Я раньше не знала, что Леонардо да Винчи придумал спасательный круг. Он предложил взять ткань, обмазать ее смолой и засунуть вовнутрь солому. Сегодня я узнала, что у Леонардо да Винчи не было фамилии в современном смысле. Да Винчи – это означает то, что он родом из городка Винчи. Кажется, что мыслитель Леонардо интересовался всем на свете. Живописью, музыкой, медициной, анатомией, физикой, химией, астрономией. Ученый был перфекционистом и никогда не останавливался на достигнутом. Последними словами гения были. Я оскорбил Господа Бога и человечества, ибо мои работы не достигли того совершенства, к которому я стремился. Татьяна Молкова, Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Республика.